здравствуйте друзья сегодня я расскажу предельно просто и понятно как зашить дырку незаметным швом получится абсолютно у каждого даже у тех кто никогда не держал иголку в руках я объясню основные причины почему шов может получиться гармошкой а также продемонстрирую как начать шов как завязать узелок как закончить шов так чтобы он получился прочным и не распускался для наглядности я буду показывать все на бумаге и шить я буду бумагу а потом продемонстрирую все на ткани представим что это у нас лицевая сторона одежды шить мы будем на лицо это дырка чтобы зашить дырку нам фактически нужно стянуть края этой дырки мы будем шить по данному розовому контуру все что находится внутри этого розового контура это сама дырка и часть ткани это все уйдет вовнутрь то есть наизнанку и этого видно вообще не будет также практически не будет видно ниток которыми вы шьете чтобы начать шов завяжем узелок для этого накидываем нитку на палец оставляем небольшой хвостик и делаем один оборот вокруг пальца накрест со хвостиком и теперь стараемся скрутить эту нитку с пальца как бы снять одновременно и и закручивая можно полностью снять пальца то нитку и теперь затянуть узелок это первый вариант либо можно опять повторить процедуру накинуть нитку сделать один в оборот вокруг пальца скрутить ее с пальца оставляя на пальце третьим мы пальцем мы затягиваем узелок может получиться узелок маленький аккуратненький а может получиться узелок довольно таки большой но большой узелок может быть плюсом если вы шьете довольно таки рыхлую неплотную ткань потому что в таком случае маленький узелок может проскакивать в косе эту ткань но если у вас узелок все-таки проскакивает можно использовать один прием часть ткани как я уже объяснила уйдет вовнутрь то есть на изнанку ее видно не будет поэтому можно прошить немного эту ткань чтобы нитка закрепилась и узелок закрепился в ткани для этого просто такими движениями змейка прокалываем внутрь наружу внутрь наружу и выходим на начальную позицию к где мы будем уже зашивать дырку я уже все пронумеровала как мы будем прокалывать ткань поясню верхняя розовая дуга соединяется с нижней розовой дугой в данной . точки 0 для того чтобы начать зашивать шов мы немножко отступаем от точки 0 вдоль нижней дуги то есть совсем чуть-чуть это позиция 1 с внутренней стороны мы прокалываем ткань и выходим в позиции 1 далее мы прокалываем верхнюю дугу . 2 и потом под тканью как бы захватывая немножко ткани мы прокалываем и выходим наверх в позиции 3 теперь на другой стороне мы прокалываем в позиции 4 теперь захватывая как бы ткань проходя под тканью мы выходим в позиции 5 опять снаружи теперь верхняя дуга мы прокалываем в позиции 6 захватываем ткань то есть под тканью проходим иголкой и выходим в позиции 7 на другой стороне нижней прокалываем в позиции 8 проходим под тканью и выходим в позиции 9 по сути весь процесс можно назвать так сначала с одной стороны немножко ткань подхватили иголкой потом с другой стороны немножко подхватили ткань иголкой и так вот туда сюда туда сюда и дышка дырка зашилась если совсем простым языком но здесь есть несколько важных моментов для того чтобы дырка получила зашилась очень классно чтобы у нас шок был незаметен чтобы не было гармошки нужно обратить внимание на следующий моменты каждый раз когда мы переходим с одной стороны дырки на другую то есть допустим с нижней дуги на верхнюю в процессе шитья нужно правильно выбрать следующую точку прокола то есть смотрите мы вышли в позиции 9 теперь на противоположной стороне строго напротив мы выбираем точку 10 не мы не проходим ни вперед ни назад вот строго нужно напротив выбрать точку так чтобы все у нас вот этим поперечные линии вот нитки были параллельными друг дружке это очень важный момент теперь мы выбрали точку 10 проходим по тканью выходим в позиции 11 и теперь мы переходим на другую сторону но выбор точки 12 должен быть прям строго напротив точки 11 так чтобы нитка легла строго параллельно предыдущим ниткам которые будут затягивать в итоге шов выбираем точку 12 прокалываем под тканью немного захватываем проходим по тканью выходим в позиции 13 и теперь выбираем точку 14 на другой стороне опять она должна быть строго напротив точки 13 ни вперед ни назад строго напротив создавая параллельные линии чтобы нитка создавала нам параллельные линии прокалываем в позиции 14 походим по тканью выходим в позиции 15 зачем нужна такая вот внимательность зачем нужно строго выбирать точку очень просто сейчас объясню и допустим мы вышли в позиции 15 теперь нам нужно перейти на другую сторону и выбрать место прокола и мы сделаем специально выбор неправильный то есть не напротив точки 15 а немножко вперед пройдемся и посмотрите что у нас в итоге получится когда мы будем затягивать нить так чтобы дырка закрылась расстояние между точкой 14 и 15 значительно меньше чем расстояние между точкой 13 и 16 по сути вот это избыточное расстояние между точкой 13 и 16 это лишняя ткань и когда вы будете затягивать шов то есть закрывать его вот это избыточное расстояние лишняя ткань она вам даст большую гармошку и шов получится очень некрасивый и бу и заметный для этого и нужно выбирать вот точки друг напротив друга конечно это не должно быть идеальный выбор но приблизительно стараться сделать выбор точек друг напротив друга второй важный момент чтобы шов получился прочным и аккуратным нужно следить чтобы стежок который вы делаете под тканью был маленьким допустим расстояние между 14 . 14 15 маленькая и она такой же длины такой же маленькая между . 13 и 16 и везде делать одинакового размера маленькие стежки под тканью в этом случае вы уже меньше ошибетесь с выбором противоположной точки на другой стороне и сам шов получится ровненьким и аккуратным и незаметным есть также еще один момент по поводу затягивания нити я не сказала это в начале специально чтобы вам было понятно как шить но на самом деле нить нужно затягивать самом начале то есть вы вышли в позиции 1 прокололи в позиции 2 и уже немножко затянули то есть стянули края дырки дальше вышли в позиции 3 далее 4 и опять немножко подтянули нитку и соединили точки 3 и 4 и так каждый раз вот точки затем вы соединяете точку 5 и 6 и в процессе шитья у вас дырка постепенно закрывается есть второй вариант который вы который может использоваться то есть вы сначала прошиваете вот так вот с расслабленной ниткой вы видите все эти параллельные стежки а потом затягиваете но у этого способа есть два минуса во первых если вы будете в конце нить тянуть чтобы закрыть дырку нитка может порваться и вам придется все зашивать заново и второй момент если вы будете опять же в конце нитку затягивать чтобы закрыть шов стянуть его может получиться так что часть ткани вообще сместиться она будет очень плотная собрана а с другой стороны растянутая и тоже получится что-то наподобие гармошки очень некрасиво поэтому советую затягивайте дырку сразу то есть соединять эти точки противоположные сразу 12 соединили 34 соединение 56 соединили теперь я вам покажу как закончить шов как его закрепить чтобы он не распустился и потом продемонстрирую парочку примерчиков какие дырки вообще можно зашивать этим швом с какой стороны лучше дырку зашивать так чтобы у вас не получилось складок и в самом конце покажу все на ткани но мне кажется и так уже предельно понятно на бумажном варианте итак вы захватываете ткань с одной стороны шва с другой стороны шва и постепенно заканчиваете шитье у вас края сближаются друг другу и расстояние между сторонами дырки становится все меньше и меньше и они сходятся в точке допустим 100 теперь вы вышли в одной точке и вам нужно иголку вывести на изнаночную сторону на противоположную сторону вы прокалываете ткань практически в том же месте где и выходит нитка то есть максимально близко чтобы у вас не получилось стежка на ткани и этот стежок не был виден на лицевой стороне прокалываем максимально близко и выходим на изнанку на изнаночной стороне мы захватываем буквально парочку ниточек как раз в том месте где вышла иголка совсем чуть-чуть и стараемся чтобы мы не вышли на лицевую сторону совсем чуть-чуть захватываем протягиваем нитку в конце у нас получается такая петелька мы просовываем туда иголку вытягиваем полностью нитку и только в конце затягиваем и делаем такую процедуру два раза опять прокалываем захватываем чуть-чуть ткани проводим нитку по оставляем в конце получается такая петелька проводим внутрь иголку и медленно затягиваем двух раз достаточно чтобы шов закрепился и у вас он не распустился теперь парочка примеров допустим у вас лопнул шов продольный шов в этом случае такую дырку можно зашивать потайным швом который я показала и длина дырки вообще не имеет значения хоть километр если у вас дырка овальная здесь уже важно с какой стороны вы будете шить с какой стороны подходить к дырке обязательно нужно сшить в наиболее длинном направлении вот допустим у вас такой овальная у вас получилась такая овальная дырка и нужно сшить по более длинной оси почему расстояние между верхней дугой розовой и нижней дугой розовой которые мы будем соединять здесь минимально поэтому такая стяжка ткани не даст нам большой деформации по сути что у нас получалась дырка и мы ткань соединяем и получается небольшая деформация в любом случае и чем меньше расстояние между краями дырки тем лучше если мы берем эту же дырку но будем сшивать ее в другом направлении по более короткой оси тогда посмотрите расстояние между точками противоположными противоположные точки дырки максимально получается очень длинная и вы очень сильно затянете ткань и получится вот с другой стороны сверху и снизу у вас получится очень большая гармошка будет некрасиво и вообще ткань деформируется будет очень заметно поэтому всегда когда у вас длинная дырка овальной формы шейте по более длинной стороне то есть соединяйте более длинные стороны если же у нас круглая дырка то здесь не важно с какой стороны мы начнете шить но данный шов потайной он идеален когда круглая дырка небольшая если же она большая то лучше поставить заплатку либо красиво зашить я покажу это в отдельном видео но для круглой дырки если она маленькая лучше всего немножко отступить открою в дырке и начать немножко подальше зачем это нужно опять чтобы не было складок и когда вы начнете шить и у вас вот эти вертикальные стежки которые я показывала ранее они будут плавно из маленьких переходить в большие стежки и тогда дырка у вас зашьется очень хорошо будет незаметно если же вы начнете круглую дырку шить прям практически около дырки то маленький стежок у вас практически сразу перерастет в большой стежок и поэтому у вас в начале шва и в конце шва получатся большие складки которые опять будут заметны и будет некрасиво вот пример дырки на свитере вот смотрите вот эту дырку мы будем зашивать я специально использую белые нитки чтобы было максимально наглядно для того чтобы зашить можно конечно использовать вот такое деревянное яйцо такое есть не у каждого хотя удобно использовать я буду зашивать на руке и так завязываем узелок оставляем немножко хвостик наискосок вот так вот затягиваем и скатываем вот и затягиваем видите получился хороший узелок нитку можно обрезать можно оставить обрез попозже и так вот у нас дырка вот и по сути у нас верхняя дуга вот это вот нижняя дуга проходим внутрь немножко от края отступаем и видите я прокалываю как бы немножко снизу вот как я объясняла по нижней розовой дуге как было в примере вот хвостик у нас остался нитка хорошо застряла то есть не проскочила через ткань хотя вот видите свитер довольно таки не очень плотная ткань и так теперь захватываем с другой стороны совсем чуть-чуть и сразу затягиваем это верхняя часть верхняя дуга теперь нижняя дуга здесь совсем чуть-чуть захватываем и затягиваем вот вышла нитка на этом же уровне с другой стороны немножко захватили и затянули видите у нас получились две параллельные полоски и мы затягиваем теперь вот нитка у нас вышла вот с этой стороны на противоположной стороне на том же уровне мы захватываем немножко ткани совсем чуть-чуть и вот затягиваем видите получилось третья параллельная полоска вот одна вторая третья и затягиваем вот не видно нитка вышла здесь на противоположной стороне немножко за захватываем ткань совсем чуть-чуть и еще одна параллельная полоска вот и сразу затягиваем все теперь с другой стороны ну вот когда вы используете очень маленькие стежки в принципе они автоматически получаются параллельные поэтому не нужно сильно над этим думать вот еще один стежок параллельный и вот мы его затянули и так вот проходимся по всей дырке немножко взяли вот видите параллельный стежок и затянули теперь вышли здесь на противоположной стороне немножко захватываем так вот стежок затянули теперь с другой стороны чуть-чуть захватили параллельный стежок затянули еще раз захватили затянули такой шов это очень выигрышный вариант когда вы не можете вывернуть одежду наизнанку зашить на изнанке как-то попроще либо вам важно как будет выглядеть шов и там на лицевой стороне видное место поэтому этот шов можно сказать универсальный вот опять затянули вышли Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нитка ушла... Все... Вот... Белыми нитками зашили темную ткань и идеально вообще ничего не видно... Смотрим, что у нас получилось на изнанке... Так... Вот у нас вышла нитка... Здесь... Так как вот этот бортик... Мы можем сюда проколоть... Вот прямо здесь рядышком... Прокалываем... Вытягиваем нитку... В этот хвостик... Выводим нитку... Выводим нитку полностью... И теперь затягиваем... Еще раз... Вот в этом же месте... Подкалываем... Выводим нитку... Получился хвостик... Такая петелька... Вводим туда нитку... Так... Этот хвостик от начала нитки... Так... Выводим... Вот так вот медленно затягиваем... И узелок у вас получается прямо вот здесь вот на ткани... То есть самое главное... Покажу еще... Самое главное... Чтобы вы когда... Прокалываете... Вот... У вас появилась петелька... Прокалываете... У вас появилась петелька... Постарайтесь нитку вот всю вывести... Вот полностью всю... Потому что здесь она может запутаться... Поэтому очень... Вот так вот медленно выводим... Вот так вот выводим... И очень плавно... Закрываем... Ну вот я сделала три раза... Все... Спасибо за просмотр... Я вам очень благодарна, что вы досмотрели до конца... Я желаю вам, чтобы у вас всегда получалось зашить любые ваши дырки... И до новых встреч... До новых видео... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...